Я затеял очередную вылазку в лес. Можно пойти на разные уступки, но пропустить такую прекрасную погоду, я считаю, преступление. Хочется с головой окунуться в нее и побродить по местным окрестностям. Сколько лет живу здесь, а вот этот недостроенный дом обнаружил только недавно. С него хорошо просматривается вся округа, и я смогу соориентироваться, какие деревья растут поблизости. Цель моего похода – это несколько брусочков из разных пород древесины. Хочу себе новые плаги. С дубом я уже имел дело, и в результате получил некое представление о нем и пару плажек в придаче. Меня интересует новый материал, осталось только выбрать. Решил, что захвачу с собой сразу несколько образцов. Думаю, ветки среднего диаметра мне как раз подойдут. И мой дружок сейчас мне с этим поможет. Так, это у нас клен. Такого куска хватит за глаза. На очереди ольха. Вот как раз сломанная лежит. И замыкает нашу троицу липа. Я знаю, что липа отличается своей мягкостью и пластичностью. Ее часто используют мастера резьбы по дереву. Давно хотел с ней поработать. Ну что сказать, я полностью доволен своим топором. За то время, пока я им пользуюсь, он меня ни разу не подвел. В целом прогулка удалась. Я отлично отдохнул и затарился с заготовками. Теперь им нужно время, чтобы хорошенько просохнуть. Так и быть, я никуда не тороплюсь. Прошло пару недель, и можно приступить к изготовлению плак. Пришла идея выточить специальный резец для углублений, чтобы все плашки выглядели одинаково. Поуже немножко. Наверное, все-таки вот это. А, вот это хорошее. Мы выбрали самую подходящую в качестве ориентира, и Рама принялся за работу. А я тем временем решил подготовить брусочки к дальнейшим манипуляциям. А конкретно нужно отпилить все лишние участки и сучки. И тут нежданчик. Клен пошел по пизде. Треснул. Ну что сделаешь, бывает. Тем не менее, такой он нам не нужен. Минус клен, короче. А вот и малыш токарник. По металлу, правда. Да и бог с ним. С деревяшками подавно справится. Фиксируем болванку и погнали. Я тут такой рычажок обнаружил. Ты его такой, хоп, и резец сам поплыл. Равномерно, аккуратненько. Левелап, мать ваша. Вы тут не в игрушки пришли играть. Ой, это 29. И так несколько раз подряд. Пока не будет достигнуть нужный диаметр. Я хочу выточить сразу несколько пар. Чтобы потом выбрать из них самую красивую. Но все равно нужно прикинуть, сколько здесь уместится. Так-то получается дохера. Ну, я вам сполирую немножко. Большинство из них я запарю. Вот так вот. Ну вот твою мать. А что он не в ту сторону пошел? Короче, медленно и верно продвигаемся к нужным показателям. А тут и резец подоспел. Сейчас оценим. Все круто, работает. Финалим шкурочкой. Так, размещаем границы распила. И начинаем косячить. Я подумал, что на ленточке напилить их будет самое простое и правильное решение. Но в итоге, нихера. Мало того, что от трения остается характерный след. Так еще дело в том, что ленточная пила это такая злая штука, что распилят тебе все именно так, как ты ей это преподнесешь. Ну, то есть вот ты сейчас наебался вот с углом. И в итоге вот на. Вот. Вот тебе. Тем не менее, каким-то чудом мне удалось сделать более-менее ровную пару. Одну. Одну. Это у нас ольха. То же самое проделываем и с липой. Вот прям все то же самое. Но могу сказать одно. Либо пипец какая волокнистая. Я не понял, в чем причина. Либо дело в том, что это все-таки ветка. И у нее какая-то другая структура. Либо в чем-то еще. В общем, я так и не догнал. Слушай, как ты думаешь, можно привести вот этот вот в лучший вид, чем сейчас? Пока я мучил дерево, рама заканчивала очередной топорик. Смотрите, как вы имели ноги. Не правда ли? Ну, это я так, к слову. В общем, задницу все эти нововведения отпиливаем по старинке лобзиком. Да, сердцевина говно. Да и вообще липа какая-то пористая получилась. А ольха еще более мэ. В общем, две пары есть. Одна поменьше, другая побольше. На вырост. Перед тем, как завощить все это дело, хочу их заморить. После тотема у нас этой морилки, значит, ольха у нас будет орехом, а липа махагоном. Это все так необычно. На следующий день будем вощить. Я нашел для себя идеальный состав. На 100% органический. А это немаловажно. Ведь мочка постоянно будет взаимодействовать с плашкой. Вот воск. Пчелиный натуральный. 18 грамм. 18 грамм, значит. Нужно столько же льняного маслица. Опа, да. Ну, допустим. Не критично. И 5% от общей массы добавляем к канифоли. А что будет, если будет больше канифоли? Я не знаю, но я не намерен нарушать рецептуру. Ты что думаешь, в те времена, когда вот это изобрели у людей весы, вот такие были? Они 5%? 2,6. 2,2 нужно, да? Просто. Топить все будем на водяной бане. Жизнь довольно монотонная и однообразная штука. Поэтому искать разнообразие приходится где попало. Вот водяная баня. Пожалуйста. Ждем, пока компоненты превратятся в однородную жидкость и смело забрасываем туда наши украшения. В таком варианте овощение происходит при довольно высоких температурах, что способствует более глубокому проникновению состава в древесину. Вот они, значит, лежат, томятся. Процесс идет. Все, хватит. Извлекаем их и вытираем. Также от отлишек можно избавиться с помощью фена. И для пористых участков это самое то. В итоге мы получаем две пары абсолютно разных плаг. Ну тут уж на любителя. Кому какая фактура больше по нраву, лично мне все равно. Друзья, помните я в прошлый раз разыгрывал портрет? Так вот, давайте-ка еще раз провернем подобный конкурс. С вас репост этого видео, а с меня ваш портрет. Все условия находятся в описании. Не, ну а что, поучаствуй. Ну кто знает, может повезет. В случае дело такое. Вот ты не ожидаешь, а он берет и выстреливает. Но победитель один. Так что если нужен портретик, подарок друзьям, близким, не важно. Пиши группам. Все будет.